Первые христиане, они идоложертвенные не вкушали, да? И, например, очень боялись, что подсунут идоложертвенные, да? Мясо, например, ну или что-нибудь такое, да? Скажут, что это не идоложертвенные. И вот это проблема была, потому что боялись этого. Апостол прямо говорил, а чего мы боимся? Бога мы должны бояться. А идоложертвенные – это пустышка, это ничто. Смысл, если тебе скажут, что да, действительно, поклонись идолу, вот это преступление уже, значит, отказ от Христа Спасителя, да? О служении идолу. То же самое, как мы с вами знаем, будет при антихристе. Смысл не в том, что тебе на лоб или на руку поставят штамп какой-то там. А смысл в том, что ты от Христа откажешься. В этом смысл. Допросы. И тебя просто будут заставлять. Иначе ты не будешь покупать, продавать. То есть ты не сможешь питаться. Ты умрешь от голода. Вот что будет поставлено. Как поставлено вот это. А не то, что тебе там штамп. А ты будешь от штампа отказываться. Ты от Христа. Это будет требоваться. Поэтому действительно так. И апостол говорит, что ну, съем я мясо, если что, мне придет. Ну, а Господь наш, Иисус Христос, Он постился перед самым Своим благовествием. И пост установлен церковью. Церковь знает об этом, обо всем. Да. Поэтому это необходимость. Мы уже начинали о том, что чрево наше требует все время кушать. И чем побольше, да. На самом деле церковь все установлено для того, чтобы нам лучше живось на этой земле. Чтобы мы свой организм не травили и не издевались над ним, да. Поэтому, конечно, пост необходим. И пост, он просто дисциплинирует. Но опять же, это помощь нам. Помощь нам, как молитва, помощь, она помогает нам, в общем-то, где-то уровень духовный свой содержать. Потому что ничего не возможно человеку, а все возможно Богу.